День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы будем вести речь об автоматизации маркетинга с помощью вот такого вот замечательного ресурса, который называется SendPulse. Это полноценный ресурс e-mail рассылок, смс-сообщений. Нас сегодня интересует пуш-уведомление. Этот ресурс, естественно, платный. Здесь есть определенные тарифы, но нас интересует вот такой тариф, как тариф до 2 тысяч с половиной подписчиков и до 15 тысяч писем в месяц. Это тариф бесплатный, и мы сегодня будем им пользоваться. Это очень особенно ценно для начинающего блогера, то есть того блогера, который пока еще не слишком много заработал денег в интернете. Итак, зайдя на этот ресурс, вот его адрес. Мы с вами должны зарегистрироваться. Так как я уже зарегистрирована на этом ресурсе, то я просто захожу в свой аккаунт. Когда вы заходите в аккаунт, вам представляются три раздела. Первый раздел «Рассылки», второй раздел «Пуш» и третий раздел «Работа с облаком». Нас интересует раздел «Пуш сообщений». Вот мы сюда с вами и зайдем. Здесь нам предлагают добавить новый сайт. Работать мы сегодня будем вот с этим моим сайтом, который называется «Поговорим о жизни за чашечкой кофе». И я беру ссылку на этот сайт и начинаю по порядочку заполнять все то, что требует с нас этот ресурс. Итак, вот в эту строку я ввожу адрес своего сайта. Он сразу же у меня убирает протокол. Как видите, здесь конкретно идет информация о том, что сайт доступен по открытому протоколу HTTP. И здесь есть такое уведомление, что не всегда полноценно работает на этих сайтах. Но мы с вами знаем, что сейчас есть такое требование перехода на закрытый протокол. И впоследствии мы это с вами сделаем. Но я протестировала этот ресурс на своем рыжем блоге. Там точно такой же у меня открытый протокол. Пошь сообщения работает. Дальше нам предлагают выбрать картинку сайта. Я выбираю изображение. Я его подготовила, это изображение. Поэтому мне достаточно просто нажать вот на эту кнопку. И вот здесь на рабочем столе вот это изображение найти. Вот оно, это изображение здесь появляется. Как видите, здесь есть возможность обрезки этого сообщения. Я пишу «Сохранить». Оно у меня появляется вот здесь, в этой иконке. И дальше я работаю с выбором запроса на подписку. Запрос на подписку может появляться при заходе на сайт вашего посетителя или при клике на определенный элемент. Естественно, мы выбираем заход сайта. Здесь у нас есть возможность выбрать, где будет показываться данный запрос. Запрос может быть стандартным. В этом случае у нас вот здесь вот перед строкой появляется значок в виде такого колокольчика. Но его не всегда люди видят. Поэтому оптимальный вариант – это Lightbox. Я обратила внимание на сайтах, которые используют пуш-сообщение, что лучше всего работает вот такое вот сообщение Lightbox. Очень хорошо работает панель. Она, вот вы, если будете здесь переключать, то вы будете видеть, как будет выглядеть на вашем сайте данная панель. Вот посмотрите, вот такая панель может быть. Если я кликаю сюда, то я вижу само пуш-сообщение. Вот оно здесь таким образом будет выглядеть. Это стиль Safari. Тоже неплохо смотрится. И плавающая кнопка. Вот на своем рыжем сайте я установила плавающую кнопку. И поняла, что она не слишком хорошо работает, в связи с тем, что люди не обращают внимания на эту кнопочку в нижней правой части экрана. Поэтому оптимальный вариант – это или использование панели, или использование вот такого Lightbox или стиля Safari. Тут уже вы выбираете бы. Давайте я выберу сейчас стиль. Нет, я выберу, наверное, все-таки панель. Пусть будет панель у меня здесь. И здесь задача моя только настроить всю эту работу. Итак, текст запроса я оставляю прежний. Просто пишу «Разрешить сайту». Вот здесь я добавляю. «Поговорим о жизни за чашечкой кофе». Отправлять вам, вам я напишу с большой буквы, я как-то так привыкла обращаться к людям, уведомление на рабочий стол. Я могу выбрать фон блока. Ну, например, вот я сейчас просто буду показывать вам. Видите, вот он такого синего цвета у нас получился. Можно его сделать вот таким красным, чтобы вы обращали внимание. Можно сделать желтым. Но я, наверное, оставлю его все-таки белым. Пусть он будет белым у нас. Цвет текста я оставляю черным. Если синим поставить, нет, он не будет сочетаться с цветом моего сайта. Я попробую цвет кнопки, может быть, заменить на красный. Он будет ближе к дизайну моего сайта. Итак, здесь я устанавливаю количество секунд появления данного блока. Я оставляю 0 секунд. То есть прямо при открытии это должно, собственно говоря, появиться. Я могу здесь использовать настройку кнопок. То есть здесь идет текст, на каком языке я выбираю. Я, естественно, выбираю русский. И вот здесь, для того, чтобы убрать вот этот вот логотип, вот здесь представлено Send Plus, Пульс, извините. Здесь надо нам с вами купить, заплатить денежку. Но я думаю, что ничего страшного, пусть остается вот эта вот рекламка этого ресурса. Все, здесь мы с вами все запомнили. Теперь наша задача перейти к следующему шагу. Следующий шаг у нас таков. Нам нужно с вами объединить наш сайт с данным ресурсом. Сделать мы это можем, установив скрипт данного ресурса. Я копирую вот этот код. Захожу к себе на сайт. Захожу в консоль блога. Внешний вид. Редактор. В редакторе я ищу файл заголовок. И в заголовке я ищу закрывающий тег «Head». Обратите внимание, что вот здесь вам подсказано, где надо установить данный код. То есть вы не забудете, где это устанавливается. Я ставлю в конце предыдущей строки курсор. Энтером опускаю строчку. И вставляю данный код. Не забудьте обновить файл. Файл обновился. Я выхожу на сайт. Если все установлено у нас корректно, то сайт будет отображаться нормально. Как видите, сразу появилась панель с запросом «Разрешение уведомлений». И посмотрите, смотрится практически нормально. Самое интересное то, что даже рекламная вот эта вот наша с вами панелька, которую нам предлагалась, она здесь не видна. Заходим сюда. И теперь наша задача проверить настройки. Но уже раз появился этот, эта панель на сайте, то значит код добавлен корректно. Вот так у нас здесь все и показали, что код добавлен корректно. Пишем здесь «Завершить». И видим, что у нас с вами пока еще нет ни одного, естественно, подписчика. Но для того, чтобы понять, какие подписчики, как у нас настраивается вся эта работа, давайте мы с вами еще раз зайдем вот сюда в пуш. Посмотрим, каким образом мы можем отправить пуш сообщение. То есть вот нам человек подписался. Вот я подписалась на эту рассылку. То есть один единственный человек здесь подписан. В данном случае я. Я пишу «Отправить пуш». И вижу, что у меня здесь появляется вот такая вот возможность просмотра. Как у меня будет выглядеть мое сообщение. Настройки, данные настройки мы с вами рассмотрим для моего рыжего сайта. Я вот сейчас только что установила это пуш-уведомление. Подписалась на него, чтобы мы с вами могли посмотреть, каким образом это все будет выглядеть. Вот точно такую же картинку я установила на свой сайт «Академик.рум». Все для начинающего блогера. И я вижу, что вот таким образом будет выглядеть сообщение. В браузере «Хром», в браузере «Файрфокс» и «Виндос». И вот это «Сафари» и в «Маке». Вот таким образом будет выглядеть это сообщение. Вы здесь можете заполнять заголовок. Ну, например, если у вас будет какое-то поздравление. Здесь вы можете заполнять текст своего уведомления. Заголовок 50 символов разрешает. Уведомление 125 символов. И здесь вы можете, например, если вы хотите рассказать о какой-то записи на своем блоге, то вы можете вот здесь вот просто добавить дополнительно ссылку на ту страницу, куда вы хотели бы отправить данного человека. Если вы вот сюда вот поставите в чекбоксе галочку, то вы можете для конкретного какого-то сообщения заменить картинку. То есть стандартная картинка сайта для «Хрома» и «Файрфокса» будет та, которую вы загрузили. Но если вы, например, хотите поздравить с Новым годом своих подписчиков, то сюда вы можете загрузить какую-то новогоднюю картинку. И она у вас пройдет с этим сообщением. А последующее сообщение будет опять у вас со стандартной вот такой картинкой. Отправить. Что, как вы можете отправить? Вы можете сделать отложенную отправку. То есть если вы сейчас поставим здесь в чекбоксе галочку, то вы можете выбрать дату уведомления вплоть до времени. Пожалуйста, вот здесь вы можете даже поменять время. То есть это достаточно удобно. Вот здесь в настройках вы можете установить время жизни вашего сообщения. Отправлять сразу или отправлять в течение одного часа, двух часов, трех и так далее. То есть сделать определенную рассылку. Можете посмотреть, каким образом будет выглядеть ваша рассылка, отправив тестовый пуш. В данном случае вот на наш сайт. Итак, вот таким образом, то есть очень легко и просто, вы можете объединить свой сайт с ресурсом SendPulse, который предоставляет вам такую возможность очень быстрого и четкого общения с вашими подписчиками. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.